Но, тем не менее, сейчас вот это дело есть. Ну, в последнее время, конечно, радует то, что президент сказал о том, что каждый год будет меняться вооружение, будет выделяться определенное количество средств на укрепление боевой мощи. Но, думаю, что очень много потеряно и очень много надо сейчас приложить усилий для того, чтобы действительно вооруженные силы стали настоящей гарантией мира для нашего народа, для нашего государства. Ну, а наш взгляд, наш взгляд, ну, по новостям смотришь во всем мире. Мне вот, например, может, я что-то недопонимаю. Мне кажется, что везде, не только у нас, но и американцы уже, как-то у них утратилась вот эта вот искра Божья холодной войны. Они, мне кажется, что они тоже уже больше на форумах, на всяких, друг другу кидают смски по поводу там расположения про этих, да, вооружений. Да нет, я понимаю, сейчас. Но только так, чтобы только поддержать какой-то там страх. Нет, это не так. Это далеко не так. Это далеко не так. Я абсолютно солидарен с президентом, который оценит ситуацию следующим образом, что американцы не откажутся от своей программы про, и если они действительно разместят еще активные средства доставки в Финляндии, это будет очень нехороший шаг по отношению, очень недружелюбный по отношению к России. Поэтому это не слово. Вы посмотрите, они везде нас обволкивают всеми средствами. и разведки, и активные средства. Я понимаю, только не понимаю, с какой целью? А с целью очень-очень просто, потому что сейчас все решает вопрос, каким образом обезопасить себя от ударов России? Каким образом все наши ракеты уничтожать на взлете? Не только, когда вот она вышла уже на траекторию полета, а на взлете. Это надо, значит, определенные расстояния, определенные радиолокационные станции, то есть обезопасить себя от наших ракет, от удара нашими ракетами. И они эту систему успешно пока претворяют в жизнь. То есть, вот смотрите, если покуда горит свет на планете Земля, обязательно будут люди искать друг от друга какой-то опасности. Россия всю жизнь была лакомным кусочком для всех. Нефть, газ, запасы золота, чего угодно. Очень многие говорят о том, что в России очень много населения, и в России очень много богатств, которые несправедливо досталось. И все смотрят на Россию, каким бы образом это отхватить. Это давно понятно. Хорошо, еще чуть-чуть об армии, чтобы самому мне получить какой-то ответ. От самого генерала. Вот я помню, когда я служил, 72-74, то вот дедушки были, дедушки. Ну, дедушки, нормальные такие, Тирканин, был такой свинляндец, корел. Там еще я служил с пожарными спортсменами, которые, да, пожарно-прикладной спорт. И я был телефонистом при них. Вот. И они такие, дедушка, ну, только заставлял телефон вот такого размера комнату с мылом мыть. Ну, и так чисто, там пыли, и так нет. Ну, заставлял, вот чтобы, да, это хорошо. Я считаю, что в этом смысле дедовщина нормально, полезная. И чем больше мужик, чем труднее мужика в армии, тем легче на гражданке. Я так думаю. Да? А вот сейчас, сейчас все матери даже готовы ночевать, там, полтора года недалеко от казармы, чтобы только мальчика не обидели. Вот вам, как генерал, докладывали, что... Ну, дела нет. ...про... Случаи какие-то там. Генерал вот докладывал. Я же не генералом стал. Сразу, сразу, раз пришел в армию, стал генералом. Я был солдатом. Отслужил 11 месяцев в школе сержантского состава, потом курсантом. Я вам скажу, что тогда служили 3 года в сухопутных войсках, 4 года в военно-морском флоте. Что такое дедовщина? У нас тогда такого слова не было. Мы знали о том, что военнослужащий 2-го года, особенно 3-го года службы, то есть последнего года службы, он всей душой помогал молодому человеку для того, чтобы он стал настоящим воином. И, конечно, если что-нибудь там надо пыжиться, там пушку надо ствол протирать или что, это делали воины 1-го года и считали это нормальное явление. Потому что вот этот вот военнослужащий, он более опытный, он знает, как, что сделать, и вот он готовил нас. Такого понятия нет. Очень страшное произошло событие, когда с 3-х лет перевели на 2-х годичное, и вот решением, я думаю, необдуманным, в первую очередь уволили тех, кто служил 2 года. Это была страшная обида. Вот оттуда вот начались вот эти вот все эти явления. Но вообще-то на дедовщину надо смотреть широко. Ведь в армию приходят солдаты не откуда там, там с Марса, они приходят с наших, со школ. Они приходят, значит, с рабочих, рабочих, тех, кто работает в сельском хозяйстве. Это наше общество. Это то, которое есть. И вот если общество станет наше другим, если наши ребята все в школах, в лицеях, даже и на рабочих местах будут другие, этого не будет. И давайте так мы посмотрим. Ведь я против всякой дедовщины. Я за то, что была самая жесткая мера наказания любому, кто нарушает вот эти человеческие все законы. Но вы посмотрите, кого-то в первую очередь обижают. Вот их называют в армии по-разному. Я не буду назвать эти все названия. Но ведь это не самые активные, не самые... Это люди немножко чем-то отличаются в худшую сторону от общих этих... От всей массы солдатской. Это очень плохо. Потому что отбор... А какой отбор? Если каждого вылавливают сейчас в военкомат, если в то время, когда мы призывали, что такое солдат, не пошел в армию. Да ни одна девчонка в его сторону даже не посмотрит. Он или психически больной, или какие-то другие у него болячки есть. Это вообще в обществе был как изгой. А сейчас для того, чтобы в армию призвать, его надо с милицией вылавливать, для того, чтобы пришел он на призывной пункт и стал бы солдатом. Ну вот я хочу... Очень сложные эти моменты. Если только говорить о том, что вот виноваты командиры, командиры, это будет неправильно. Мы никогда не решим эту проблему. Вот смотрите. Нет, я хочу сказать. Вот как-то тут месяца два ходили с пятерки, с камерой по улице. И вот в нашем, где Шученко стоит, я гулял с нучком. И ко мне подходит и спрашивает. Армия, как вы считаете, нужна профессиональная? И вот пацаны, должны молодые служить или нет? И я сгоряча сначала сказал, да, вот я служил и вы должны. И потом только я подумал, неправильно я сказал. Я служил в одно время, когда государство... Вот все говорят, долг перед Родиной. Хорошо, долг перед Родиной. Государство меня выучило. Сначала 8 лет, потом на завод меня устроили в Великих Луках, да? Мне было 14 лет. За мной следили, чтобы я не стал ни пьяниц, ни наркомана, тогда еще слова не было. Да, чтобы я не с пути не сбился. То есть вот это государство довело меня до... Я, естественно, рвался на признанном пункте. Даже просил на 3 года, чтобы меня взяли в Морфлот. То есть я хотел... Морфлот 4. Тогда... А при вас уже 3 было? 72, да, я просился. То есть вот у меня было желание, реально желание защищать свою Родину. Да, да, еще когда мы в ГСВГ уже второй раз, я в ССРСО очень попал. И говорит, что я-то заходил. Я хотел кулаком по столу сказать, ну что за Родину, за нашу, давайте, руки вверх. У нас есть первый звоночек. Здравствуйте, извините, что задержали вас на проводе. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, скажите, на ваш взгляд, что нужно ветеранам? Подачи к календарным датам? Или то, что будет создавать мнение в фильме «Баспельных детств»? До войны выиграли только колонники и ненавидящую страну в Атусстве. Спасибо вам большое. Вот я как раз, я думал сейчас, я нечаянно тут в интернете перед этим... Можно я вам отвечу на этот вопрос? Да, вы услышали, да? Да, конечно, я услышал. Значит, спасибо, что вы сказали мне на передаче, по-моему, вчера в пятом канале спросили. Знаете ли вы хоть один достойный фильм, который бы очень понравился за последние годы? Я сказал, что таких фильмов я назвать не могу. Дело в том, что сейчас идет совершенно неправильная трактовка всех моментов, которые были в Великой Отечественной войне. И вот это вы правильно говорите, не штрафники, не кто-нибудь там это победил. Победил наш народ, но победил наш советский солдат, советский офицер, генерал-маршал, который был во главе этого. И почему-то вот в последнее время в этих фильмах выхватывают какие-то моменты. Может, они и были в нашей истории, может, они и были во время Великой Отечественной войны, но они не были определяющими. Вот это самое страшное. Вы понимаете, вот из-за этого несколько уменьшается уважение к нашей победе. Сейчас ведь идет, вы же прекрасно знаете, что во всем мире идет разговор о том, все хотят представить, что Великой Отечественной войны победил не Советский Союз, а победил Америка, еще кто-нибудь. Ну, все, кроме Советского Союза. Поэтому, вот и вы, задавшие вопросы, все остальные ветераны вооруженных сил, я вас очень прошу побольше ходить в школы, побольше встречаться с молодежью, побольше говорить правду о войне. В нашем Петроградском районе мы выпустили 4 книги, посвященные этому событию. Последняя книга называется «Скажи правду о войне». Мы ходим по школам, причем эти организованы занятия в классах таким образом, что директор школы, мы с ним согласовываем время, идет столько ветеранов, фронтовиков, бывших узников фашистских лагерей, жителей блокадного, труженики блокадного, Ленинград, все категории, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне. Столько человек, в школу идем, сколько, директор говорит, я предоставляю 25 классов, 25 человек идут. А потом, после этого, мы с выпускниками встречаемся, дарим каждому книгу «Скажи правду о войне» и ведем с ними беседу вот как раз на эту тему. Так, ребят, режиссер, я вас прошу, там у нас есть папочка с фотографиями поездка 2012 или День Победы. Вот давайте, как раз мы сейчас плавно перешли к деятельности Совета ветеранов. Так, и даже у нас есть, мы посмотрим еще и ролики, как там бабушки на английском языке изучают. Мы будем говорить с Виктором Ивановичем, а пусть идут фотографии. Ага, все понял. Тогда хорошо. Вот смотрите, есть ли, вот, ну, есть ли какой-то, на ваш взгляд, различия между царской, я не говорю американской армией и советской, да? Нет, между царской, российской, и Красной армией. И где больше, где больше плюсов? Вот царская армия была, офицер, тот самый, откуда и пошло вот это вот, за царя, за веру, за Родину. За царя, за веру, за Отечество. Да. Значит, есть и разница, есть и очень многое общее. Мы, ну, как мы можем сказать, что в царской армии было мало патриотов. Там было достаточное количество патриотов среди любых категорий. Вот мы говорим, генерал Ильевский. В бой пошел и два сына с ним. 11-11 лет, 1-16. Генерал царской армии. Кутузов, да, мы можем назвать кого угодно, в царской армии. Очень много, которые действительно патриоты любили Родину и служили ей, не щадя своего живота и самой крови. Общее то, что и в российской армии, и, вернее, в царской армии, в советской армии, и в российской армии всегда есть патриоты. Всегда нацелена армия на защиту своей Родины. Ну, есть различия, конечно. Различия, смотря, защищали один строй царской армии, а советская армия защищает другой строй, а российская армия защищает уже третий строй. В этом различие. Но самое главное, вот вы смотрите, мы говорим о том, что наши солдаты, офицеры подготовлены, не подготовлены. А вот события были, когда грузинский конфликт. Ни один не дрогнул. Ни один. И солдат, от солдата до генерала все стояли до конца. Многие из них без помощи сначала, первые эти неразберихи, часы погибали, умирали, но ни один не дрогнул. То есть у нас в душе русского человека быть патриотом, до конца служить своей родине. Отлично. Вот теперь я хочу сказать, я подождал, специально подождал, чтобы подогнать. Вот вы, человек 40 лет, отдавший, ну не долг родине, а вот свою родину любите уже больше. Службе. Службе, да, этой самой родине. И вы вышли на пенсию, я не буду спрашивать, сколько у вас пенсии. Я хочу сказать, что царский, помните, царский офицер, читаешь, у Пушкина, у Лермонта, сидит в поместье. Вот у него есть несколько душ, деревень, несколько деревень своих, разводит. То есть он служил, защищал свою Россию. И достойно дворянин, достойно проводит свою старость. Но я вам скажу, что никогда, ни в царской армии, ни в советской армии, ни в российской армии офицер не был богатым человеком.